Юлия Ковальчук родилась 2 ноября 1982 года в городке Волжском, России у супружеской пары Ковальчуков родилась дочь Юля. Мама Светлана Васильевна работала в местном техникуме преподавателем. Олег Александрович, отец будущей певицы, занимал должность главного конструктора в проектном институте. В семействе подрастала старшая сестра будущей певицы Жанна. С детства Юлия серьезно и небезуспешно занималась художественной гимнастикой, видела себя второй Ларисой Латыниной и представляла олимпийской чемпионкой. Но не все мечты сбываются. Во время одной из тренировок девочка серьезно повредила спину. С грезами о будущих спортивных кубках и наградах пришлось расстаться. Светлана Васильевна, с огорчением глядя на переживания дочери, записала ее в хореографический кружок и не прогадала. Энергичная девочка благодаря желанию и отличной физической подготовке быстро постигала азы танцевального искусства. Поначалу выступала в хореографическом центре «Русинка», а затем перешла в народный ансамбль «Венец». И при таком загруженном графике в школе всегда была одной из лучших учениц. Энергия и целеустремленность девушки привели ее в муниципальный комитет по делам молодежи, за активное участие в котором юной общественнице выдали путевку в легендарный «Орленок». Именно там, на романтическом Черноморском побережье, Юлю захлестнул восторженный интерес к музыке и вокалу. Вернувшись домой, девушка поступила в вечернюю музыкальную школу по классу гитары. Стихи она писала и раньше, теперь же их можно было положить на музыку. Когда Юли исполнилось 15 лет, она создала школьный коллектив «Элит», который стал активным участником российских танцевальных конкурсов и фестивалей. На одном из выступлений в Северной столице к девушке подошел мужчина, представившийся деканом Московского университета культуры и искусства, который разглядел в молодом даровании особый талант и посоветовал ей попытать счастье и поступить в ВУЗ. Набор в МГУКе проводился по такой системе, что Юлии пришлось окончить школу экстерном. После девятилетки девушка подала документы в техникум, за год осилила программу двух классов, получив по окончании красный диплом. Летом 2000 года Ковальчук купила билет на поезд до Москвы и поехала поступать в Университет культуры и искусства. Столица сдалась, будущая звезда прошла конкурс и поступила на бюджетное место. В 2001 году Юлия по совету однокурсников приняла участие в танцевальном кастинге для вспомогательного состава, набирающий популярность группы «Блестящие». Она уже давно профессионально танцевала, а исполнив по просьбе продюсера несколько песен, окончательно покорила жюри. Через пару месяцев артистка уже участвовала в подтанцевке «Блестящих», а после ухода из группы Ольги Орловой дебютировала в качестве исполнительницы в основном составе. Несмотря на быстрый взлет, Ковальчук нуждалась в средствах на жизнь, первые полгода в группе ей не платили, поэтому артистке порой не хватало денег даже на еду. Жанна Фриске первая протянула ей руку помощи. Клип «Ау-ау», в котором новая блестяшка Юлия впервые появилась перед широкой аудиторией, вышел в том же 2001 году. Ковальчук, Жанна Фриске, Ирина Лукьянова и Ксения Новикова на следующий год записали альбом «За четыре моря». Затем вышли «Апельсиновый рай» и «Восточные сказки», над которыми работал все тот же талантливый поп-квартет, записавший в общей сложности более 40 песен. Звездный коллектив много и плотно гастролировал, везде собирая большие залы. В 2007 году контракт Юлии с группой «Блестящие» подошел к концу, и певица с присущей ей энергией и выдержкой бросилась покорять публику сольной программой. При поддержке продюсера Марата Харуддинова в январе 2008 года Ковальчук дебютировала с синглом «Толкни меня», клип на который, молниеносно взлетев на главные строчки отечественных хит-парадов, понравился публике и принес исполнительнице популярность уже без блестящих. Дебютный альбом Юлии Ковальчук, получивший название GK 2015, вышел 18 июня 2015. Трек-лист пластинки состоял из 14 композиций. Собранные средства от презентации альбома певица передала в фонд Константина Хабенского. Творческая биография Ковальчук ежегодно обогащается новыми событиями. В 2018 артистка в дуэте с супругом представила на суд публики новый хит «Включи во мне свет». Музыкальная композиция была отмечена несколькими наградами. На международном фестивале «Жаротрек» получил номинацию «Лучший дуэт». В 2019 году вышел новый клип артистки на песню «Давай». Режиссером видео стал Александр Филатович. Новую работу Юлия анонсировала на собственной странице в Инстаграме. Рейтинговое шоу «Танцы на льду», в котором Юлия дебютировала с фигуристом Петром Чернышевым в 2007 году, принесло им победу, а ей и новый виток популярности. В 2008 году знаменитость покоряла вершины реалити-шоу «Последний герой» в съемках шестого сезона. Вторые место не расстроило артистку, для нее важна была не победа, а участие. На проекте она нашла новых друзей Корнелию Манго и Таира Мамедова. Участие в экстремальной передаче далось певице нелегко с тех пор она перестала без опасения погружаться под воду. В 2009 году Юлия еще раз вернулась на лед с фигуристом Романом Костомаровым уже в шоу «Ледниковый период», в очередной раз продемонстрировав всей России высший уровень артистизма, пластики и грации. В начале 2013 года Юлия Ковальчук вместе с Алексеем Чумаковым в эфире телеканала «Ю» вела шоу «Кто сверху», представляющее собой викторину с вопросами о межполовых отношениях. Шоу «Наш выход», в котором право на первое место оспаривали поющие семьи, пара также вела совместно. Певица показала себя талантливой и ведущей. С марта 2014 года шоу «Один в один». Она вела с Игорем Верником, а с апреля 2015 реалити-проект «Взвешенные люди» на канале СТС открыл для зрителей еще одну грань дарования Юлии. Участие в таких рейтинговых шоу как нельзя лучше утверждает ее звездный статус. В 2016 году Ковальчук продолжила сотрудничать с каналом Ю в том же шоу «Кто сверху» и с каналом «Россия-1» в проекте «Наш выход». В творческой карьере Ковальчук есть страничка, связанная с кино. Впервые на экране певица появилась в рейтинговой комедии «Ландыш серебристый 2». Несмотря на то, что это был всего лишь эпизод, актерская деятельность увлекла Юлию, тем более, что у нее был опыт участия в театральных постановках. Главную роль исполнительница получила в полнометражной комедии «Криминальные обстоятельства», в которой сыграл Иван Ахлобыстин. Фильм был представлен на фестивале «Окно в Европу». Вместе с Ольгой Арнтгольц актриса появилась в уже зарекомендовавшей себя мелодраме «Выхожу тебя искать 2». На съемочной площадке сложилась теплая атмосфера, режиссер позволял артистам импровизировать. Помимо Ромкома «Срочно выйду замуж», в котором супруги снялись вместе, Ковальчук появилась в камео в фильме о дружбе с животными «Не мое собачье дело». Певица какое-то время скрывала факты и подробности личной жизни до появления рядом с ней Алексея Чумакова. Но в программе «Судьба человека» она рассказала о первой влюбленности, которая произошла с ней в возрасте 16 лет. Ради избранника Юля отправилась в Саратов, где пыталась поступить на экономический факультет только для того, чтобы быть рядом с бойфрендом. Чувства быстро остыли, и Ковальчук вернулась домой. Затем были отношения с Сергеем Анисимовым, которые продлились 3,5 года. До сих пор ее родители общаются с родственниками бывшего спутника. Пара рассталась из-за отсутствия подлинных чувств. С Алексеем Чумаковым артистка была знакома с 2003 года, когда у нее только начиналась карьера в «Блестящих», а певец завоевал третье место в шоу «Народный артист». Уже тогда между ними пролетела искра по их же словам, при первой встрече, чисто профессиональной, они почувствовали волшебную химию любви. В 2009 году Алексей пригласил по старой дружбе Юлю на свой сольный концерт. Ковальчук в ответ на приглашение презентовала ему билет на свое очередное выступление. Чумаков с огромным букетом цветов приехал на концерт, после чего пара поужинала в ресторане. И в тот же вечер молодые люди признались, что жить не могут друг без друга. Пара прожила пять лет в гражданском браке. Алексей не торопился с предложением руки и сердца любимой девушки вовсе не из-за нерешительности. Таковал черта характера певца он продумывал все до мелочей. Как оказалось, размер кольца, которое Алексей преподнес Юлии при помолвке, он узнавал через продюсера певицы, чтобы не вызвать улюбимый подозрений. В 2014 году Алексей Чумаков стал официальным мужем Юлии Ковальчук. На тайной свадебной церемонии присутствовали только жених и невеста. Свадьбы и связанные с ней торжества были организованы для ближайших родственников и друзей и проведены в Испании. Для того, чтобы милой сердцу уголок не был забыт, пара приобрела апартаменты в Испании, где супруги отдыхают по нескольку раз в году, любуясь красотами страны. Звездная пара открыла свой секрет вечной любви, основанной на понимании и добром отношении друг к другу. Мало того, что они живут на два дома вместе со своими любимыми домашними питомцами, но еще и когда участвуют в совместных проектах, всегда просят разные гримерки. Так было и на съемках романтического фильма «Срочно выйду замуж», в котором звездная пара снялась в тандеме. Более того, Юлия и Алексей являлись прототипами героев картины. Знаменитость не скрывала, что долгое время мечтала о детях. Летом 2017 года Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков сообщили, что вскоре в их семье появится первый ребенок. На позднем сроке певица бережно относилась к своему здоровью перед первыми родами. Влюбленные уехали из Москвы в теплые края. В октябре 2017 года появилась новость, что Юлия Ковальчук родила дочь, однако пара не сразу прокомментировала информацию. Позднее стало известно, что девочка получила имя Амелия. Уже в 2018 году Ковальчук заявила, что готова повторно стать мамой. Певицу не пугают возможные растяжки или набор веса, с этими неприятностями Юлия научилась справляться во время первой беременности. После родов артистка легко вернулась в прежнюю форму. Сейчас при росте 165 сантиметров ее вес составляет 50 килограммов. Неоднократно в аккаунте певицы в Инстаграме появлялись ее фото без макияжа. Не все фоловеры положительно относятся к таким экспериментам звезды. Исполнительница отличается от своих коллег тем, что категорически не приемлет пластику, поэтому не может похвастаться в бикини роскошным бюстом. Но сама Юлия не обращает внимания на реплики хейтеров.